Ну не знаю, ну такое. Я ее сейчас сразу тыкну и сверху его пришлепаю. Прям Новый год, который прет просто, ну пипец как. Пахнет какой-то хренью, честное слово. Фолигапарем? Давай ты не будешь исчезать, а? Ой, ой, офигеть, обалдеть. Всем привет! Сегодня я вам покажу, как делала этот макияж и впервые впечатлялась палеткой So Jaded Colourpop в коллаборации с Кейтлин Лайтс. Многие хотели, чтобы я ее обозрела, я ее купила, наконец она до меня доехала и сегодня мы с вами будем впервые впечатляться. Обращаю ваше внимание, что это еще пока не обзор, а всего лишь первые впечатления, но так как я знаю, что вы ждете, 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 что же там в палетке в этой, вот решила поскорее снять первые впечатления. Обзор будет в ближайшем будущем, когда я все о ней пойму. Помимо палетки, впервые впечатлимся сегодня с вами вот этим липи балмом Colourpop. Это бальзам для губ Colourpop, который Colourpop очень нахваливает. Вот и посмотрим, такой ли он замечательный на самом деле. И плюс ко всему у меня здесь новинки Double D Oh My God. И сегодня впервые впечатлимся с вами вот этими вот новыми их патчами. Я решила, почему бы нам не впечатлиться ими. Прям в видео с макияжем, это же так удобно, красьте глаза, пока патчи ухаживают за твоими синяками. Да, я знаю, что у меня практически подряд получились видео с первыми впечатлениями от разных палеток, но вы не переживайте, обязательно в ближайшем будущем будет много обзоров. Они все в процессе, готовятся и скоро вы их увидите. И на декоративную косметику, и на уходовую. Мне много есть, что обозреть и что вам показать. Если вы не видели, у меня есть видео с подробнейшими сводчами этой палетки, а также других продуктов Colourpop, которые я заказала. Ссылка будет в описании. Если вы до сих пор не подписаны на мой канал, обязательно подписывайтесь, включайте оповещения, чтобы мы с вами не потерялись. И давайте приступим к первым впечатлениям. Прежде чем приступить к макияжу, я, пожалуй, воспользуюсь патчами, чтобы привести, пока буду красить глаза, лицо в порядок. Тени очень пылят, поэтому патчи очень кстати. У Double Deo Oh My God вышли новые патчи и двухкомпонентный комплекс сразу с маской и патчами. У меня патчи серебро, розовое золото и золото. И давайте сегодня я воспользуюсь серебром. Ух ты, тут прям водичка стекает. Вау, какие красивые. Фольга прям. О, слушайте, как классно. 15-20 минут их надо держать, написано, в общем, как обычно. Да, посмотрите, какая у меня прикольная повязка новая. Очень удобно, кстати, для мейка. Супер, я чуть пониже их надену. У меня как раз вот тут вот отекшие места. Как раз время на покраску глаз. И тут вот очень много жижи осталось и внутри пакетика. Патчи должны смягчить, увлажнить нежную кожу вокруг глаз, убрать отеки, темные круги и осветлить кожу. Честно говоря, очень комфортно. Они вот как прилипли, так я их вообще и не ощущаю. И красиво. Ну что ж, приступим. Во-первых, скажу я вам, что палетка адски воняет Китаем, примерно так же, как Нарвина Анастасии, но чуть меньше. Я чувствую, как она пахнет, но вот на таком расстоянии Нарвин уже я чувствую, блин, с дальнего конца комнаты. Большинство оттенков сильно пылят, пигментация, как я поняла, по сводчам разная, наносятся они по-разному, когда я делала сводчи. Вот эти вот глиттерные оттенки я не смогла нанести кистью, что и логично, их обычно наносят пальцы. Сначала наношу базу под тень антиэйджен Urban Decay, как обычно. Запах, да и внешний вид палетки внутри меня немного отталкивает, очень похоже на китайские палетки и на морфи. Но меня порадовало, что здесь есть аж несколько растушевочных, блин, светлых, что большая редкость, как я понимаю, в последнее время. Начну я с холодного растушевочного Rose Quartz. Мне показалось, что он холодный по сравнению со всеми остальными. Сейчас посмотрим, как на деле будет. Ну, как бы не холодный, по сравнению с остальными, да, но вообще какой-то он тепленький. Прям реально немного розовый. Ух, не знаю, что получится, столько всего попробовать хочется. Да, кстати, надо нанести на мои сухие губы вот этот бальзам Color Pop. Конечно, рано пока о нем делать выводы, я всего второй раз ее на себя намазываю, но могу сказать, что он дико липкий. Мне это не очень комфортно. Увлажняет он губы ровно до тех пор, пока вы его не сотрете. Пахнет какой-то хренью, честное слово. Первым воспользуюсь вот этим вот каким-то голубо цвета морской волны оттенком, который навеки немножечко зеленку напоминает. Это уже второй матовый оттенок, и второй наносится, и тушуется вообще нормально, и наслаивается нормально, и пигментация бешеная. Пока все ок. Следующим будет оттенок Аметист фиолетовый, который очень много на что похож, и на фиолетовый из Маскаря Джувиас, и на фиолетовый из Лавен Роз, Пэт Маграт, и немножечко даже на фиолетовый из радиоактивной палетки Melt. Но на сводчах он даже кистью нанесся. Прекрасно, сейчас посмотрим, что на веке. Ой, слушайте, и на века наносится лучше, хотя, конечно, пальцем это дело, но мне кажется, и кистью, сейчас я и кистью попробую, будет лучше, чем в палетке Melt. Да, слушайте, не только на сводчах, и на века. Прекрасно ложится, надеюсь, что исчезать с века не будет, тогда это вообще шикардос. Да, гораздо лучше даже наносится, чем фиолетовый из Джувиас Маскарад, правда. Давай ты не будешь исчезать, а в течение дня. Красота, и века не ежит. Супер! Вот так вот немножечко еще пройдусь предыдущим оттенком, остатками на кисти, и границу немного растушую. Ну, пока что вот так. Пока все ок. На нижний век снова Rose Quartz растушевочный нанесу. И темно-синий. Ой. Что-то он первый как-то не особо ложится. Короче, наносить его надо, как пигмент, вбивать. Вроде ничего так. Главное, чтобы не исчез. Дальше я воспользуюсь на нижнем веке вот этим дуахромом фиолетовым. Я дуахромности от него в этом месте не жду. Главное, что он такой темный. И поверх синего нормально ложится. Слушайте, Colourpop в этот раз постарались. До этого все палетки, которые я покупала, грешили тем, что пол палетки были не очень качества, все исчезало, да и наносилось фигово. А тут прям пока все ок. И во внутренний уголок я хочу нанести опал. Вот этот вот глиттер, естественно, на глиттерную базу. Я ее сейчас сразу тыкну и сверху его пришлепаю. Тут без глиттерной базы даже рыбаться не стоит. Прям Новый год. И совсем я забыла о межресничках. Лучше их прокрашивать до нанесения глиттера, конечно. То, что можно задеть, что-нибудь осыпется. Ну да ладно. Имейте просто в виду. Верхнюю слизистую межресничку я прокрашиваю черным, а нижнюю синим карандашом. Maybelline Master Drum у меня. Так, патчи я, пожалуй, сниму. Уже времени много прошло. Спасибо им. Ниже вот не осыпалось. Если бы я ближе к глазу, Слушайте, охренеть, у меня реально ушли отеки. Офигеть. Они вот с этой стороны прям такие тряпочные и теплые. То есть фольга создает такой эффект парниковый. И, видимо, за счет этого вещества лучше действуют. Но я так подозреваю. Обалдеть. Круто. У меня прям такие тут были штуки. Впадины. И они реально исчезли. Верхние ресницы я накрасила обычной черной тушью, а нижней хочу накрасить колор-поповой же синей, в которой мне очень не нравится вот эта громоздкая кисть. Но синяя тушь сюда как нельзя кстати. Я делала отдельный обзор, в котором рассказывала и показывала подробности про эту тушь. Если вам интересно, можете посмотреть. У меня есть плейлист колор-поп, и там куча разной всякой колор-поповой косметики. Начиная с палеток и супершоков, заканчивая всякими помадами и вот этой неудобной тушью, которая попадает на веко при любом раскладе и ложится на ресницы комочками. Кому-то нравится такой эффект, кому-то наоборот. Но мне ею неудобно прокрашивать даже верхние ресницы. Про нижние я вообще молчу. И на губы наношу свою любимую помаду ультра-блот от лип, опять же колор-поп в оттенке зума. И вот такой результат у меня получился. И пока он меня устраивает, как выглядят тени после макияжа, меня тоже устраивает. В отличие от предыдущих первых впечатлений о палетке Melt, который значительно дороже и который по идее должна быть качественней. В общем, колор-поп меня сегодня приятно удивил. Мне кажется, что тени, если потускнее, то совсем немного и вряд ли они будут пропадать. Конечно же, я вам обо всем этом расскажу чуть позже. Но пока все прекрасно. То, что все пока еще на месте, это уже хорошо. Хороший знак. Как я уже сказала вам во время видео, в последнее время я разочаровывалась в многих палетках колор-поп. Поэтому вообще забила и перестала их покупать. Не знаю, как вся палетка. Здесь слишком много оттенков, чтобы делать выводы и говорить с уверенностью, что вся она такая. Она может быть разной. Но те оттенки, которые я попробовала сегодня, прям прекрасно себя ведут. Гораздо лучше Анастасии Беверли-Хиллз. Лучше, чем палетка Radio Active Melt. Я прям даже не верю, что это колор-поп. Единственное, к чему я могу придраться, это не к теням, которые у меня сейчас на глазах, а реально вот к этому потрясающему аромату, который прет просто пипец как. Так, даже оттенок опал. Мне не особо понравилось, честно говоря, на свочах. Я подумала, что он будет каким-то колхозом, потому что он весь разноцветный. Но здесь он прям зашел хорошо, выглядит дорого-богато. Прям реально можно на Новый год использовать. И реально на глазах как будто какие-то драгоценные камушки. Ну, правда же? По остальным продуктам колор-поп, что про это вы знаете, про тушь вы знаете. Вот этот самый бальзам. Я уже могу сказать, не дожидаясь обзора, что он мне абсолютно не понравился. Что внешне он красивый и создает вот этот эффект увеличенных губ. То есть это блеск для губ, который визуально может вам немного объемнее сделать губы. И все. Никакой это не ухаживающий бальзам у меня, по крайней мере, вот в моем оттенке. Пахнет он невкусно. Какой-то химозой. Ну, не знаю, ну такое. Не увлажнило он мне губы от слова совсем. Я его стерла, и губы как были сухими, так и остались. Надеюсь, видео было для вас интересным и полезным. Обязательно делитесь своими впечатлениями в комментариях. Возможно, у вас тоже есть эта палетка, как она вам, как вам все, что вы сегодня увидели в моем макияже. Буду очень ждать. Желаю всем солнышка, отличного настроения и классной качественной косметики. Чтобы она вас так же приятно удивляла, как меня сегодня палетка Colourpop. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok